Выставка «Окно в мир» объявляется открытой. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Большое спасибо отец Максим! Здравствуйте, мои дорогие! Я когда смотрю на людей, я всегда вижу в каждом образ Божий. И для меня это вообще самый главный смысл в жизни – разглядеть в каждом образ Божий и помочь человеку, каждому из вас, кто у меня здесь ученики, собрались. Мне очень радостно, что у вас так много. Спасибо, что приехали. Вот каждому из вас мне хочется помочь рассмотреть в себе образ Божий и в ближнем. Вот это самая главная моя задача. Хочу я выразить большую благодарность парку «Россия. Моя история» за это прекрасное место, где мы смогли показать работу учеников, семинария, епархии. Спасибо вам за поддержку. Это очень много для меня значит. Это основа, основа на самом деле. Без этого невозможно создать настоящую школу, такую, в которой каждый себя будет чувствовать уверенно, чтобы у человека не возникало сомнений, тем ли он занимается и там ли он занимается этим боговодным делом. И русская иконописная школа, и я, как лицо этой школы, я каждому из вас благодарна за то доверие и за то старание, которые каждый принёс по чуть-чуть в создание этой школы. Господа преподаватели, у нас сегодня, кстати, здесь есть даже кураторы, которые каждый день с учениками. Я вам хочу сказать спасибо за это. У нас сегодня преподаватели, которые занимаются теоретической частью этого. Отец Сергий. Спасибо, Отец Сергий. Это наш духовник нашей школы. Каждый день уходит материал от отца Сергий. Каждый день люди ждут материалы эти. Каждый день люди ждут проповедничество, вот этого толику, с которой начинается день у большинства, у наших учеников. Отец Сергий. Отдельная благодарность. Отец Сергий, вам спасибо большое за то, что вы посетили нас. Отец Максиму за то, что вы поддерживаете. И так всегда с энтузиазмом все мои идеи разделяете. Ирина Владимировна, это просто чудесный человек в моей жизни. С самого начала, с самого первого момента мы все вместе. И я надеюсь, что так будет долгие-долгие годы, сколько Господь нам всем отпустил. Благодарю, люблю вас сердечно, христианской искренней любовью. И надеюсь, что эта встреча у нас с кем-то первая сегодня состоялась. Мне было очень трогательно увидеть людей, говорить, ой, Елена Александровна настоящая живая. Нет, мы с вами живые увиделись. Это прекрасно. Я надеюсь, что эта встреча наша теперь не последняя. Спасибо за доверие, за внимание и за то, что вы у нас учитесь. Сегодня действительно открытие замечательной выставки. Выставки, которая уже третья. И фестиваль этот родился на нашей земле. Это как зерно, которое упало в благодатную почву. И эта почва помогает прорастать невероятному цветку. То есть рад разделить эту радость. И, конечно же, многое лето Елене Александровне, ее детищу и вообще начинание иконописной школы. Есть вещи, которые мы сами не выбираем, но которые уже случились и которые будут в нас, как-то ведут нас. Мне нужно было окно в мир, потому что я оказалась заперта в четырех стенах. Я очень счастлива тому, что это не просто живая линия. Живая линия вошла в жизнь и стала живой во многих аспектах. Конечно же, поздравить Елену Александровне с днем рождения, с этим триумфом. Это победа. Это действительно нереальный какой-то онлайн формат, который помогает людям не просто научиться действительно получить не теоретические знания, а навыки. Здесь вы видите несколько очень важных знаковых икон Елены Александровны. Мне бы хотелось обратить ваше внимание на вот эту икону. Эту иконку она ценила в 2002 году. Елены Александровне тогда просто Леночке, Восифовной группе всего 15 лет. Это ее первая икона, которую она написала. Художник в разных образах раскрывается и сравнить это, да, и увидеть как бы портрет самого человека, потому что это правда окно, окно, которое открывается и про вот этого человека. Мы что-то начинаем понимать. Вот когда ты взглядываешься в те или иные образы, которые пишут наши ученики, понимаешь, что ты начинаешь их самих лучше знать и понимать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok